сегодня я рисовала в стиле импрессионистов а точнее в стиле альфреда сеслея я вот нарисовала вот такой вот сюжетик получился вольный пересказ его картины но по-своему я с удовольствием рисовала эти деревья этот контур эти штрихи возможно где-то я не попала в его тональность но тем не менее нарисовалась сласть наверно это где-то часик я рисовала может чуть меньше часа я рисовал последнее время я увлекаюсь вот такими быстрыми этюдами они небольшие совершенно небольшие ну вот масштаб такие чудики вот такое озерцо вот такое ветвенный день ну и много чего я нарисовала и буду еще рисовать меня привлекают именно из чудо на картоне к акрилом и чем меньше краски остается у меня работаю на остатках красок на остатках краски альфред альфред сеслея задал тон и я вот рисовала тоже что-то такое вот небо вот такие ритмы его я хотела уловить его ритмы вот немножечко не получилось потому что у меня закончилась желтая краска работаю на остатках и удивительно то что чем меньше краски тем получаются оригинальные мои и чудики у меня спрашивают ну почему вы рисуете такие маленькие но нарисуйте большие картины пусть это будет большой какой-то сюжет дело в том что такие маленькие чудо на картоне вот на обыкновенном картоне рисуются очень быстро они возникают но просто спонтанно и если очень уж какой-то сюжет понравится то когда будет свободное время и когда будет желание то можно нарисовать на холсте большую картину но пока это в моей как говорится скорбнички в моей моей моем чемоданчике творческом в моей коробочке творческой остается маленькие чудо на картоне они теплые по-своему 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 такие знаете самобытные самобытные вот заготовочки еще это что-то будет будущем они меня волнуют эти заготовочки потому что я знаю что я знаю и не знаю что и на них нарисую но я знаю что это будет что-то интересное вот что-то такое очень хорошее потом постараюсь поделиться с вами своими находками чем еще хороши быстрые этюды они хороши вот именно своими находками именно своими решениям своим решением композиционным можно вот придумать вот такое на смеши на смешанной краски уже засохший на палитре можно придумать можно придумать вот такое все это быстро я кстати раньше не любила миниатюры гром гремит гром гремит слава богу что это гром так вот я раньше не любила миниатюры любила крупные такие что-то взять но когда за окном гремит гром и неизвестно гром это или нет то отдаешь предпочтение вот таким маленьким картиночкам это какая-то вот понимаете релакс какой-то релаксирующая какое-то действие происходит значит задействовано творческое начало и ты рисуешь как ребенок даже вот не думая о том а что скажут а как посмотрят а что это иногда получается вот такое нечто вот чисто свое уже его не перерисуешь просто можно уже повтор не сделаешь пусть я отталкиваюсь допустим от того же сислея или от каких-то допустим открыток вот таких да ну и что мой пусть отталкиваюсь зато создаю зато получается придумываю создаю это громко придумывается сочиняется свое это интересно это как вирус творчества и когда ко мне приходят люди они смотрят и думают ой как интересно и мы тоже будем и заражаются вирусом творчества вот это вот такая вот картонка на ней скоро будет это грот рот что-то я придумаю здесь но это такая заготовочка вот такая вот оборвана еще да и вот я вам хочу сказать что некоторые вот такие открытки конечно очень сильно вдохновляют или открытки или какие-нибудь там картинки или и в общем то сочиняется то на ходу это все каждый вечер в 11 я веду теперь такую как бы рубрику я буду выходить в эфир с этой рубрикой каждый вечер в 11 вот это уже будет 2 2 видео мою каждый вечер в 11 я сажусь за рисовать за рисование сажусь и буду делиться с моими друзьями в ютубе своими людьми которые приходят ко мне на канал буду делиться со своими новыми этюдами ну наверное этюды я не брошу не хочу я бросать эти воды потому что это в перемешку с моими портретами или карандашом когда я рисую карандашом досконально я стараюсь или карандашом или красками приблизиться к реализму вот потому что портреты на заказ тут не очень-то импрессионизм как говорится задействуешь потому что это не каждому понравится когда увидят свой портрет допустим стиль импрессионизма да вот портреты человек заказывает портреты хочет видеть себя как на фотографии для того чтобы понять всю силу и всю прелесть вот таких вот этюдов импрессионистки нужно осмотренность какой-то степени отчасти культура и любовь вот такому вот вот просто любовь к импрессионизм рисунку по впечатлению невылизанному рисуночку возможно вот видите у меня моя палитра не очень яркая не очень яркая она приглушенная но мне это нравится мне это нравится вот так что перемешку с моими портретами приближенными к реализму максимально эти этюды и акрил на картоне как бы является игрой или способом раскрепощения руки души ума и какой-то мере попытка подумать а что из этого получится и шагнуть в этот стиль а вдруг что-то получится такое и какая-то находка будет в этой мазне собственно говоря и бывают находки бывают находки и бывают у такого стиля свои поклонники такой шершавости вот в такой вот непричесанности неприлизности в спонтанности мазков медленный вечер ух какой-то бывают свои поклонники вот очень приближенно к детскому рисунку очень приближенно какому-то такому самовыражению будоражащему душу взгляд ну во всяком случае мою душу взгляд вот так что акрилом я сейчас рисую вот такие этюды и река этюдов идет 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 и она превращается в небольшую уже речушку и я не хочу бросать это направление она меня радует она у меня питает одну меня поддерживает она меня немножечко и кормит да потому что есть любители и вот недавно у меня вот купили 10 этюдов таких и не только недавно купили и давно купили и дело не в том дело в том что если допустим человек приходит и покупает и уходит счастливый с рисунками такими украшает жилище или там дарит кому-то или просто греется каждый день у такого не растрепанной такой вот живописи но нравится людям есть очень много таких любителей зайдите же зайдите на того же славу короленкова да там это уже человек художник вот более подробно расскажет о таких живописных моментах вот я все время все более и более влюбляясь в эти миниатюры вот поэтому если вам понравится и захочется порисовать вы можете просто без страху без страху взять в руки кисть акриловую краску или мастихин или я брюк кухонный нож им им тоже можно или вилка или господи чем угодно черенком кисти ну чем пальцем всем угодно можно рисовать тряпочкой кстати вот эти вот веточки вот эти вот травинки я рисовала я пушечка сегодня да вот вот такой вот рисунок можно более подробно и более ну как бы старательно рисовать на большом холсте но надо ли более старательно исчезнет ли какая-то чувственность из этого рисунка ведь каждый стрих который мы проводим это наши чувства это мои чувства данной минуте когда я рисовала вот я такая была и опять лодочки лодочки лодочек у меня ой сколько у меня появилось этих лодочек вот последних этюдах так сколько тут у меня уже минут скоро будет 15 минут я разговариваю с вами или с собой наверно с собой кто зайдет кто посмотрит но я сейчас буду опять рисовать и опять буду выпускать свои этюды жизнь под рубрикой каждый вечер в 11 потому что как бы сказать время художника оно ведь очень ограничено ограничена жизнь особенно если художник женщина художница вот я уже говорила жниться полотен своих если это жниться полотен своих или картонок вот таких своих ограничено временем и не отменялись никакие хозяйственные заботы по дому за за всем зачем за всем тем ой запуталась не отменялись хозяйственные заботы и не отменялось все то зачем женщина должна ухаживать следить поддерживать подогревать разогревать готовить и варить и творить остается на творить остается очень мало времени и каждый раз я ловлю себя на мысли что я сажусь за рисование в 11 каждый вечер в 11 это когда я могу раскрыть душу глаза краски и начать рисовать поэтому я буду уже закругляться оставайтесь на моем канале если вам понравилось что-то из этого вот вороха неаккуратной не причисленной живописи и если вам она отозвалась вашей душе то нажмите на колокольчик или на класс и нас на слово подписаться вот и я буду рада видеть вас в качестве своих новых зрителей а может быть даже и друзей моего канала все на этом хорошие вам спокойной ночи весенние ночи пока пока